Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача в движении, и сегодня веду её я, писатель Наталья Осипова. Недавно я прочла в интернете об одном международном музыкально-поэтическом фестивале, название которого меня очень заинтересовало. Фестиваль называется «Симфония поэзии без границ». И, судя по всему, предстоящее мероприятие обещает быть очень масштабным. Чтобы всё узнать из первых рук, сегодня я пригласила на нашу передачу руководителя Оргкомитета фестиваля «Симфония поэзии без границ», поэта, композитора, члена Союза писателей России Марину Геннадьевну Бурлакову. И прямо сейчас вам её и представлю. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Марина Геннадьевна, в Москве ежегодно проходит множество музыкально-поэтических фестивалей. Чем будет отличаться от них фестиваль «Симфония поэзии без границ»? Интересный вопрос. Чем же наш фестиваль отличается от других фестивалей? Во-первых, это международный фестиваль, фестиваль «Симфония поэзии без границ». Цель его – это создание новой песни, новой красивой песни. Цель такая, чтобы найти такие творческие личности, которые, может быть, боятся, боятся того, что выдвинуть своё творчество красивое на показ. Мы будем искать такие таланты, искать и стараться продвигать песню, которая будет создана, отдавать её профессиональным артистам, которые будут звучать с высоких сцен. И, конечно, в средствах массовой информации, на телевидении, на радио, приглашать на передачи, даже на телестудию «Русский мир», на радиопередачи. Вот считаю, что таких фестивалей ещё даже не было. Были поэтические, чисто музыкальные фестивали, фестивали творчества, когда уже просто звучат готовые песни и участвуют артисты, как конкурсанты. А вот такого фестиваля, который объединяет и поэтов, и композиторов, и артистов, таких, в общем-то, ещё как бы я не знаю. Вот это, я считаю, самая такая хорошая, отличительная возможность нашего фестиваля. На сайте вашего фестиваля я узнала, что его организатором является Международная женская ассамблея Сенаторского клуба Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Очень серьёзная организация. И сколько же этапов у этого фестиваля? Кто может принять участие в этом мероприятии? Ознакомиться с положением можно будет на нашем сайте фестиваля, на специальной страничке в Фейсбуке, страничке фестиваля. На первом этапе поэты присылают свои произведения для того, чтобы они прошли первичный отбор, где будет составлен лонг-лист на эти стихи и будет напечатан альманах. Альманах этого фестиваля, да, симфония поэзии без границ. Этот альманах будет представлен потом для того, чтобы композиторы могли выбрать из этого альманаха стихи для написания песен. Это как бы вот первый этап. На втором этапе будут писаться песни композиторами. И третий этап – это этап, когда жюри будут отобраны песни для того, чтобы они прозвучали в исполнении профессиональных артистов на сцене нашего гала-концерта. А о месте и о дате этого гала-концерта мы на своих страницах в средствах массовой информации потом, конечно, обязательно будем вещать. Ну, кто может участвовать? Там написано, что ограничений по возрасту, конечно, нет. И участвуют, конечно, поэты, поэты-международники. Но стихи принимаются только на русском языке. В каком жанре будут представлены конкурсные песни? Какова их тематика? Жанр в песнях не ограничен. Жанр должен быть всевозможный. И блюзы, и кантри, и романсы, и арии, и эстрадная песня, и народная песня, и даже хип-хоп. В общем-то, всевозможный жанр, конечно. Потому что, ну что, песня – это, конечно, огромный вклад, огромный вклад в культуру, развитие нашего мироощущения. И особенно сегодня, когда многие не очень любят читать стихи, и как таковые стихи многие не любят, а вот песню, песню вот слушают. Вот посмотрите, сколько сейчас песен было создано новых к бессмертному полку, да? И вот таким образом через песню поколение знакомится с историей, знакомится, чувствует какую-то боль, несет гордость за нашу страну победителя. Поэтому через песню мы действительно несем и патриотизм, и любовь, и сочувствие какое-то. Поэтому что хочу сказать? Что песня, хорошая, красивая песня, она должна и стихи, и стихи первичные, конечно. Они должны быть, ну, консервативны как-то в своем направлении. Они должны быть, нести какую-то историю, какие-то сценические моменты. Вот тогда песня, тогда стихия, песня слушаются, чтобы это был смысл какой-то. Очень интересно узнать, какие организации оказывают поддержку фестивалю, и много ли у него друзей. Среди партнеров наших по фестивалю будет и киностудия «Горизонт». Почему партнер? Потому что им тоже интересно, может быть, они отберут для своих художественных фильмов какие-то песни готовые. Конечно, будет поддержка от Евразийского союза композиторов и музыкальных деятелей. Потому что здесь мы будем работать с профессиональными композиторами, которые умеют создавать красивые мелодии, красивую музыку. Которые почувствуют именно смысл стихов и не напишут, допустим, на какие-то стихи о войне какую-то попсовую музыку. Это говорит о мастерстве, конечно. Марина Геннадьевна, вот вы как профессиональный поэт-песенник, композитор, исполнитель песен, «Что можете пожелать конкурсантам?» Ведь многие, может быть, впервые будут участвовать в таком серьезном мероприятии. На что обратить внимание, создавая стихи для песни? Ведь не каждые стихи могут стать песней. Да, хотелось бы, конечно, посоветовать конкурсантам поэтам Серьезно как бы отнестись к этому фестивалю, потому что это же просто не просто поэзия, А эта поэзия, песенная поэзия, она, конечно, по-своему совершенно отличается от поэзии просто стихов. Ну, во-первых, хочу сказать, что песня не должна в читке, если прочесть стихотворение, то надо уложиться попробовать за две минуты, чтобы песня не была длинной, потому что будет вступление, будет припев повторяться, допустим. И, то есть, две минуты – это максимум. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы были куплет и припев. Но есть, конечно, у нас песни, которые, ну, особенно такой народный жанр, где бывает, что песня без припева, а повторяются просто последние строчки куплета. Вот, а потом хотелось бы, чтобы песня выражала как бы какую-то либо грусть, либо радость, либо любовь, но чтобы она трогала души, чтобы стихи были глубокие, чтобы они терзали душу слушателя. Вот это очень важно, потому что сейчас, конечно, в мир интернета артистам столько присылают готовых песен, и они ведут тщательный отбор, конечно. И здесь смотрят и на мелодию, и на стихи, конечно. И поэтому очень сложно конкурировать сегодня с другими песнями для того, чтобы их артист взял свой репертуар и нес эту красивую поэзию на больших сценах. Как не надо, как не надо писать песенные стихи, хочу сказать, что надо обратить внимание, как я говорю, бывают слова-паразиты. Когда мы начинаем произносить песни, они могут издавать такие неприятные какие-то звуки, или же звучат совершенно по-другому в песне. Ну вот как, допустим, так сказать, нити невидимые. Вот пропоём нити невидимые. То есть что мы слышим? Или эти нити невидимые. Нити, 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 нити. А на самом деле там слово стояло. Эти нити невидимые. То есть надо обращать вот на это большое внимание, конечно. Ну и, конечно, хочу сказать, чтобы поэты не стеснялись, присылали свои работы для того, чтобы двигаться дальше, чтобы не писать в стол, не складывать это на полочку, потому что порой иногда человек сам о себе и не думает, что он насколько может сделать гениальные стихи и прописать в них очень красивую метафору. Ну, так и получается тогда Шлягера, если там есть красивые метафоры, необычные. Вот. Вот. И, конечно, хочется сказать, что я желаю всем, всем поэтам, быть победителями, стать лауреатами, попасть в шорт-лист для того, чтобы была создана именно музыка на их стихи. Еще хотелось сказать, что те песни, которые прозвучат на галоконцерте, будут объединены в сборник песен под эгидой фестиваля. И этот сборник будет размещен на всех музыкальных ресурсах интернета. Девиз фестиваля есть у нас такой. Есть песни, под которые хочется танцевать. Есть песни, которым хочется попевать. Но лучшие песни – это те, которые разбивают сердца и греют души. Так вот, давайте будем создавать такие песни, которые будут греть наши души и разбивать наши сердца. Прекрасные слова. Хочется в ответ пожелать фестивалю «Симфония поэзии без границ» стать настоящим праздником креатива и местным встречи талантливых людей. Хочется пожелать участникам попутного ветра а зрителям незабываемых впечатлений. На этом наша передача заканчивается. С вами была писатель Наталья Иосифова и гостья программы, руководитель международного фестиваля «Симфония поэзии без границ», писатель, композитор, поэт Марина Геннадьевна Бурнакова. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok